приветствую вас друзья мои с вами серёга вы смотрите несложную кулинарию сегодня мы с вами будем готовить пиццу пиццу маргарита это достаточно простая пицца в ней нет ничего необычного однако меню наверное каждой пиццерии начинается именно с этой пиццы вот я вам покажу как несложно ее приготовить что там в принципе сложного нет абсолютно ничего самое наверное запарно это подождать пока взойдет тесто до приготовить соус кстати соусы я бы хотел уделить отдельное внимание потому что многие советуют знаете вот это вот там кетчупом намазать тесто или кетчуп с майонезом смешать либо томатной пастой забейте не делайте так никогда сделайте нормальный соус я сегодня вам покажу как и ваша пицца по вкусовым своим характеристикам перейдет на качестве на новый уровень реально если вот вы были где-то тут то ставите вот тут я сам пробовал не один раз готовить пиццу вот в домашних условиях и как бы не знаю с кетчупом со всеми вот этими вот а вот соус мне реально понравился с тех пор когда я попробовал первый раз ним сделать пиццу постоянно только с ним это просто я не знаю для пиццы это маст хэв забудьте все что вы знали раньше всегда делайте соус ладно про соус проехали короче все ингредиенты которые вам будут нужны вы можете внизу вот там посмотреть под видеороликом я все граммовочки распишу что как я делал вот в каких пропорциях смешивал вот как все это готовить вы можете увидеть прямо здесь перед вами короче давайте начинать начнем мы с замешивания теста потому что ему нужно будет дольше всего постоять чтобы оно взошло там где-то минут 40 вот тесто у нас будет дрожжевое а в дрожжевом тесте что у нас самое главное конечно это дрожжи берем пакетик дрожжей тут у меня 11 грамм я где-то пол пакетика буду использовать разбавляю их в теплой воде обязательно в теплой ни в коем случае не в горячей делается это для того чтобы дрожжи быстрее пришли в себя и оживились и начали действовать также чтобы им было что покушать половину столовой ложки сахара добавляю к ним это лишь ускорит процесс сейчас нам понадобится два стакана муки 1 2 мука пшеничная разумеется высшего сорта теперь берем ложку наши дрожжи плавно помешивая муку начинаем добавлять понемножку дрожжи стараясь не проливать как я смотрите теперь когда ваше тесто достигло такой консистенции когда вы можете взять его уже спокойно в руки при этом оно не оставляет у вас каких-то липких кусочков вот значит самое время заняться его вымешиванием для этого мы берем посыпаем рабочее место мукой и начинаем как следует неспешно его вымешивать процедура это на самом деле достаточно длительная я рекомендую вымешивать его но никак не меньше минут хотя бы пяти вот за это время тесто должно стать очень таким однородным как знаете кусочек пластилина без всяких вот этих вот трещинок и прочих дел все должно убраться для большей упругости теста я как бы надорву его немножко и добавлю внутрь где-то наверно столовую ложечку оливкового масла также когда я поставлю тесто отдыхать потом я оболью все оливковым маслом его вот чтобы она впиталась это даст пиццу очень приятные вкусовые оттенки когда мое тесто достигло такой вот видите превосходной консистенции когда она мягкая все упругая как пластилин вот пора поставить его отдохнуть на полчасика минут на 40 я беру небольшую ложечку туда добавляю оливкового масла кладу мое тесто вот так вот обваливаю чтобы оно все равномерно было покрыто маслом чтобы она не заветривалась и вкус оливкового масла проник внутрь тесто сделал его так сказать еще более итальянским далее я накрываю пищевой пленкой и ставлю наше тесто входить сходить точнее в какое-то теплое место на полчаса минут на 40 где-то так наше тесто отдыхает значит наверное уже треть работы позади вот но и самая грязная работа уже все дальше все будет чистенько аккуратненько мы будем готовить соус для пиццы он будет на основе томатной пасты вот так же мы туда добавим орегано базилик мелко нарубленный лучок чесночок соль перец в общем быть штука просто отменная сейчас мы быстренько подготовим лук и чеснок вот и перейдем к плите берем такую средненькую головку лука и мелко ее нарезаем предварительно очистив разумеется так вот 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 Теперь я возьму пару зубчиков чеснока. Вот так раздавлю их ножом, чтобы чесночный сок начал выходить быстрее. И мелко нарежем. В принципе, вы можете использовать чеснокодавку, но мне сейчас хочется порезть их ножом. Это не критично. Мне кажется, достаточно мелко для нашего соуса. Можно переходить к плите. С соусом у нас на самом деле все просто. Берем сковородку, наливаем немного растительного масла. Первым делом обжариваем лук. Для такой легкой золотистости. Только наш лук слегка начал золотиться, я сразу беру томатную пасту и ложки 3 таких добреньких. Томатную пасту надо всего лишь хорошенько прогреть. Когда томатная паста немного прогрелась, самое время добавить орегано. Столовую ложечку немного соли, свежемолотый перец, наш подготовленный заранее чесночок. Тщательно все это мы перемешиваем. Добавляем кипяченой воды. Пару листиков базилика. Я выбрал такие, знаете, немного невзрачные, потому что я все равно в конце буду вынимать из соуса. Их внешний вид мне никакой роли не сыграет. Теперь всю эту смесь мы должны довести до кипения. И чтобы она плавно выкипала, в итоге у нас останется только густой такой соус для пиццы. Ну вот, где-то минуточек через 6-7 выпаривания у нас получается такая достаточно густая штука. Вот это и есть соус для нашей пиццы. Кстати, листики базилика, самое время отделить от соуса и выкинуть. Пока мы делали соус, наше тесто уже достаточно взошло. Но вот так вот пытается вырваться, я думаю, вам видно, из нашей чашки. Устроить захват мира. Вот здесь теста примерно хватит, я думаю, пиццы на 2 точно, а то и на 3. Вот, сейчас мы его раскатаем, обрежем до идеально круглой формы. Засунем в духовку. Для начала минуток на 5, чтобы оно схватилось. Ну, я люблю так делать, чтобы вот тоненький коржик, он слегка уже начал припекаться. Потом я его достаю, наношу начинку, сыр, помидор. Вот, на этом обратно убираю в духовочку. Еще буквально минуточек 5-7, вот так. Ну, вы видите, как сыр поплавится, все будет уже готово. Я возьму сразу форму и раскатаю тесто по ней. Это, кстати, форма от этого для выпечки пирогов. Есть специальная такая кастрюлька, у которой донышко снимается. Вот я просто снял донышко, немножко пофантазировал, так сказать. Разогреваем нашу духовку до 180 градусов. Хорошенько так разогреваем. После того, как она наберет жар, убираем туда пиццу. Возьмем сыр моцарелла. На самом деле, в пицце Маргарита не используется больше никакой сыр. Там только один его вид, и это только моцарелла. Она роскошно плавится, но особым каким-то сильным вкусом не выделяется. Ну и, конечно, помидорчики. Я взял такие продолговатые, чтобы их было побольше на пицце. Просто, чтобы она красивее выглядела. Ну вот, наша основа для пиццы. После пяти минут в духовке, она сверху уже немножко стала жесткой, но это еще сырое тесто. Сейчас мы возьмем наш соус. Нанесем его сверху. Далее, моцарелла. Теперь томаты. Берем листики базилика. Если они у вас крупные, то вы можете их нарывать. И тоже сверху покидать так небрежно. Вот примерно такая пицца у меня получается. Теперь я кладу ее в духовку. Максимально разогреваю ее. У меня это порядка 250 градусов. Время приготовления я определяю по внешнему виду сыра. То есть, он должен максимально расползтись. Помидорчики должны немножко скукожиться. То есть, видно будет, что они уже пропечены. После этого пиццу можно доставать. Ну, в общем, моя пицца готова. Сейчас, как обычно, настало время попробовать ее. Ну, получилось. На самом деле, как обычная Маргарита, ничего необычного. Очень прикольная пицца. Ну, как очень прикольная. Достаточно простенькая, дешевенькая. Вот. За те деньги, что я на нее потратил, это, наверное, в районе 150 рублей на все ингредиенты. Этих денег она определенно стоит. Вот. Как бы, в принципе, можете приготовить, если есть желание. Там дальше решать вам. Если, кстати, хотите, ставьте лайки, там, пишите комменты. Будем готовить другие разновидности пицц. Вот, почему бы нет. Я открыт для экспериментов. В общем, ладно. Ребята, подписывайтесь на канал. У кого есть желание, естественно. У кого нет, проходите мимо. Вот. На этом все. Заканчиваем сегодняшний выпуск. Всем спасибо. До новых встреч.